МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Король ужасов. В Чебоксарском художественном театре премьера спектакля «Мизери» по культовому роману Стивена Кинга. В Чувашии будет создан Совет по развитию добровольчества и волонтерства. Соответствующий указ глава республики подписал сегодня. Новый орган должен помочь наладить конструктивный диалог между органами власти и активными гражданами, говорится в комментариях к указу. В республике добровольчество набирает популярность. Сейчас в Чувашии действует более полутора тысяч объединений. В ряды волонтеров вступило порядка от 50 тысяч человек. Недавно в республике был создан Центр по набору добровольцев на мировой чемпионат по профессиональному мастерству в Казани. Помогаем учителям в организации неклассных мероприятий. Убираемся в школах. Летом приходим убираться, помогаем учителям, народу тоже, нашим односельчанам. Чем? Мы помогаем. В данный момент сейчас помогаем, надо снег чистить. Пожилым тоже нужна помощь. Если делаешь добро другим, добро возвращается и к себе. Быть волонтером – это значит быть тем, кто всегда придет на помощь. Это значит быть тем, кто всегда откликнется на зов других. Волонтер – это не работа с 9 до 5. Это образ жизни, стиль человека, его идеи и мысли. На настоящее время стоит острая нехватка безопасной донорской крови. И вот наш проект как раз таки будет в течение года и в дальнейшем, не только этого года, работать над этой проблемой на увеличение числа кадровых доноров среди студентов вузов и СУЗов нашей республики. Эта профилактика, которую мы ведем именно среди детей, подростков, она очень важна. Она очень актуальна в наши дни. И поэтому мы решили создать такой проект, деятельность взрослых как раз таки, который подразумевает, что ребенок, даже если ему 15-16 лет, но он должен знать все эти признаки. Первые симптомы инсульта – что человек не может улыбнуться, он не может сказать свое имя, произнести. То есть мы у него спросим, как его зовут. Он не сможет сказать, не может поднять руку. И те элементарные вещи, которые должен знать тот человек. И поэтому мы решили устроить такие семинары обучающие. Пока на Волге и других реках средней полосы еще стоит лед, туроператоры и представители компаний по речным перевозкам согласовывают нюансы навигации 2018 года. В Чебоксарах проходит Всероссийское совещание. Чтобы туристы выбирали речные круизы, такие путешествия должны быть комфортными, интересными и приемлемыми по ценам. Отсюда основные темы дискуссий. Инфраструктура портов, туристические маршруты, логистика и безопасность на воде. Кроме того, обсуждали новые услуги для туристов на суше, когда теплоход заходит в тот или иной город. И в этом сезоне Чебоксара, помимо традиционных развлечений, готова предложить кое-что еще. Речь о медицинском туризме. У нас есть договоренность с федеральными центрами онкологии, травматологии и, по-моему, с федеральным центром по коррекции зрения о том, чтобы на территории речного порта у нас работали выездные, так скажем, медицинские бригады, которые могли бы проконсультировать и оставить для вас визитки уже для дальнейшего более серьезного обследования, если вдруг это заинтересует и будет полезно для ваших туристов. В программе Всероссийского совещания не только о дискуссии круглые столы. Гости посмотрели некоторые тематические программы, которые этим летом предложат в Чебоксарах туристам. Я вчера участвовал в культурных мероприятиях. Я уже, как сегодня в выступлении, говорил о том, что вы любите гостей, вы умеете их встречать. И на вашем опыте мы планируем, что также организовать работу в нашем замечательном городе. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня утром в Чебоксарах недалеко от остановки Лара встали троллейбусы. Произошло это из-за обрыва проводов. После проезда 21-го троллейбуса провод упал на газель и повредил зеркало. Чтобы не задерживать движение электрического транспорта, троллейбусы буксировали двумя тягачами. А маршруты номер 1, 3 и 4 шли только до Красной площади. Движение было запущено уже через 20 минут. В Минтрансе обещали провести служебное расследование по поводу обрыва контактного провода на троллейбусной линии. Чувашский колорит в Малом Сундыре, китайский в Кугесях. Наша съемочная группа проверила, насколько интересно путешествовать по Чебоксарскому району. Причем в очагах культуры найдут занятия и для детей. Как раз у школьников со следующей недели каникулы. Как будто душой чувствуешь, они когда-то пригодятся. А сейчас подобного нету больше, таких экземпляров. Нет, нигде его не найдешь. Вот сохранил столько лет, как будто душой чувствовал. Железные путы или старинная противоугонка для лошадей 40 лет пылилась в гараже. Теперь обрела свое место в музее почтовой станции. Дело в том, что Малый Сундырь раньше именовался Саньял. В переводе с Чувашского – Становая деревня. Она находилась на торговом пути в Москву. И здесь была перевалочная станция с химщиком. Последний из них – Мирон Погодейкин. Я здесь родилась, живу. И Погодейкин. Но его родственников я знаю. Как бы с чего началась его фамилия. Каким он был замечательным химщиком. Держал 100 лошадей. Почти все экспонаты, так же как и путы для лошадей, сюда принесли местные жители. Музей почтовой станции и соседний суваро-булгарской культуры собирали, как говорится, с миру по нитке. Экспонаты все принесены в дар археологическими экспедициями гуманитарного института, Чувашского государственного университета, Казанского археологического университета. Самые ценные, по мнению экскурсоводов, в музее – станок для плетения веревок, котлы кузнечной работы X века. Словом, есть что показать. Только пока туристические тропы в музей не до конца проложены. В скором времени мы заработаем в полную мощь. Приглашаем вас. Скоро будет открыто кафе, гостиница. И будут развлекательные программы для детей. Будет интересно. Помимо туристического потока у нас проходят здесь регулярные праздники. Это такие, как храуды пухи, керзари, шеварны. От чувашского колорита к китайскому в музее Бичурина, согласно восточным традициям, знакомят с таинством чайной церемонии. Лучше три дня не есть зерна, чем один день не пить чая. Китайская культура, она такая необычная, она такая привлекательная, она такая загадочная. И наш земляк Никита Яковлевич Бичурин в своей книге «Статистическое описание Китайской империи» в 1842 году еще описывал методы заваривания китайского чая. Правила актуальны и по сей день. Хорошая вода, родниковая, выверенная температура заваривания для каждого сорта своя. Ну и, конечно, наслаждение цветом, ароматом и только потом вкусом. Чай был такой терпкий, немножко непривычный. Пить его надо было без сахара, без меда, без баранок, без сладких конфет. Мне, если честно, понравилось. Здесь наплыв посетителей немаленький – более 8 тысяч в год. Местные и приезжие. Чайные церемонии начали проводить только с этого года. А вот о нашем земляке, основоположнике отечественного востоковедения Никите Бичурине, посетителям рассказывают на протяжении 17 лет. Никите очень легко давались языки. Он в совершенстве владел латынью, свободно изъяснялся на французском, ну а на греческом он писал стихи. И вовсе не придется выезжать за пределы Чебоксара, чтобы познакомиться с чувашскими промыслами. Музей и фабрика Паха Тюрея. Здесь хранят традиции старинной вышивки. Желающих могут даже научить выводить узоры на ткани. Это панно. А здесь, значит, заканчиваю женщина. Рядышком будет мужчина и древо жизни. Если человек раньше не вышивал, естественно, с азов. С самых простых спунтиров, с крестиков, которые легко вышиваются. Кстати, фабрике в этом году исполняется 95 лет. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. Красота и комфорт. Сегодня в столичной начальной школе номер 2 после большой реконструкции открылся плавательный бассейн. В чем его особенность, расскажет Рифат Фаткулин. Кристально чистая манящая вода, идеальная чаша и сине-белая мозаичная плитка. Новый бассейн одним своим видом зовет на тренировки. Объект оснащен по последнему слову техники. Многоуровневая фильтрация воды, новейшая система гидроизоляции, кондиционирования и отопления. Он так изменился. Раньше тут было вот так темно. Бассейн был холодный, а теперь тут тепло, все хорошо. Стало новым все. Водей можно закаляться, во-первых. И еще. Очень укрепляет здоровье. Плавать, нырять. Это мое. Это мое хобби, можно сказать. Что чувствуешь когда плаваешь, когда ныряешь? Свободу. Их теперь ни под каким предлогом не вытащить из воды. В 12-метровом бассейне уже сейчас думают о будущих победах. Мы хотим стать олимпийцами. С сегодняшнего дня спортивная жизнь в школе будет бурлить в прямом и переносном смысле. Каждый ребенок обязательно должен владеть своим телом, уметь прежде всего говорить, подавать себя, танцевать, петь однозначно и, конечно же, плавать. И поэтому спорт в нашей жизни занимает огромное место. И для нас важно, чтобы подрастающее поколение понимало, что такое ценность своего здоровья, как нужно будет сохранить это свое здоровье для того, чтобы быть полезными и потом, конечно же, сделать большие успехи в своей жизни. В обновленном бассейне учиться плаванию будут не только ученики второй школы. В нашем бассейне занимались и будут заниматься дети не только из нашей школы, но и из школ Калининского района, из близлежащих садиков. И мы будем учить детей плавать, мы будем их оздоровлять, как всегда. Они с большим удовольствием приходят в наш бассейн. В бассейне проводится третий урок физкультуры, согласно расписанию занятий, а в вечернее время у нас проходят занятия абонементных групп. В здании же бассейна танцевальный и тренажерный зал, беговые дорожки, кардио и фитнес-тренажеры. Все это позволит сделать подготовку пловцов еще более эффективной. Мне очень нравится в этом бассейне. Но мне больше всего нравится тренажер библя, потому что он развивает руки, силу мышц, ноги, спину. Потом мне еще нравится здесь тренажер для качания пресса. Всего же на капитальный ремонт бассейна ушло 7 месяцев и около 12 миллионов рублей. Средства были выделены из городского бюджета. Масштабная реконструкция шла в рамках муниципальной программы «Ремонт школьных бассейнов». Рифат Фаткулин, Атнер Корсаков, Республика. Король ужасов на сцене Чебоксарского художественного театра. В этот четверг состоится премьера спектакля «Мизери» по культовому роману Стивена Кинга. На одной из репетиций психологического триллера побывала и наша съемочная группа. Пол, пол, шелда, пол, с Рождества! Пол Шелдон – популярный писатель и автор серии романов о девушке по имени Мизери попадает в автокатастрофу. Его спасают и привозят в свой дом медсестра Энни Уилкес, которая является его безумной поклонницей. Я всегда знала, что вы такой. Я читала ваши книги и знала. Человек, который придумал мисс, который вдохнул в нее жизнь, просто не может не быть хорошей. Спустя время Пол замечает странности в поведении Энн и понимает – она действительно безумна, а он – невольный узник. Как избавиться от мучений и вырваться из плена? Два актера почти три часа держат зрителя в напряжении. Написать хотя бы одну главу, чтобы она понравилась твоему самому великому фанату. Давай, 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 давай. Постановка хоть и отражает основные события книги, но не повторяет ее полностью. Спектакль готовили три месяца. Я думаю, что это был очень серьезный вызов для актеров, для меня, как для режиссера, как для постановщика. Мы сделали историю, историю о недостатке любви, историю об ответственности творца за свое творчество, в ответственности за слово. А я думаю, что это самая интересная для меня работа за мои последние пять лет. Главных героев играют Диана Яковлева и Александр Шаповалов. На одной сцене они не в первый раз. Актеры признаются – работать вместе комфортно, а постановка для них – подарок. Я с детства зачитывался книгами Стивена Кинга. И я даже представить себе не мог, что я получу вот такую вот роль, вот такую замечательную Пола Шелдона в романе «Мизери», именно в этой книге. Это произведение интересно тем, что это раскрывается отношение между мужчиной и женщиной, причем такие вот современные. Это страшная тема, когда вот два человека вместо того, чтобы поддерживать, заботиться друг о друге, любить и помогать, они наоборот, в общем, друг друга топчут и тянут вниз. Она весь спектакль на протяжении всего спектакля служит любимому мужчине, помогает ему осуществить его мечту, написать самый великий роман. Но проблема ей, наверное, в том, что все, что бы она ни сделала, к чему бы она ни прикоснулась, несет за собой разрушение. Я не знаю почему. Наверное, это карма, наверное, это какая-то судьба. Свет, музыка и декорации. Каждая деталь погружает зрителя в мир Стивена Кинга, полный ужаса, отчаяния, безысходности и надежды. Татьяна Леонтьева, Денис Ноздрюхин, Республика. Сегодня, 21 марта, весь мир отмечает День кукольника. В гости к сказочным персонажам и их создателям отправилась Юлия Важенина. Кто в детстве не любит играть в куклы? Придумывать им истории, заплетать косы и показывать домашним целое представление. Со временем у детей интерес куклам угасает, но есть и те, кто посвящает им всю свою жизнь. Сегодня мы пришли в гости к кукольникам. Разноцветные шпульки, бумажные эскизы, кусочки поролона и ткани. Так выглядит святая святых, где кукла появляется на свет, мастерская художников. Всего лишь за пару недель каждый мастер может изготовить любой театральный персонаж, но начинается все с эскиза. Мы получаем от художника эскиз, образ какой-то набранный, и потом художник-скульптор начинает вылепливать головку. Отливается гипсовая форма, такая гипсовая форма, вот, она подсыхает, пластилин отсюда вынимается, и сюда начинается закладываться папье-маше. Вот, закладывается по 7 слоев, варится клей специальный. Обычно мы варим муку с желатином, получается такой клейстер. Оказывается, что на скорость изготовления кукол влияет даже погода и температура воды в батареях. Главное, чтобы высохла форма. А уже потом начинается полная обработка, собирается голова будущей куклы, набивается формы тела, и макет отдается под роспись художнику. Именно он знает, какой персонаж и для какого спектакля ему надо разрисовать. Кстати, здесь же и реставрируют кукол. Сейчас я занимаюсь реставрацией куклы. У него сломалась лапка и выскочила трость. Эти трости цепляются посредством крепления железного механизма к поролоновой основе лапок куклы. В мастерской создают совершенно разных героев представления для разных сказок. Например, вот этого дракончика сделали для премьерной постановки этого сезона «Константин-01». Кстати, именно благодаря ему Марину Зимину теперь называют матерью драконов, прямо как в нашумевшем сериале. Он у нас по сценарию маленький, вылупливается из яйца. Умеет глазками моргать, подмигивать, чтобы всем понравиться. Такой вот у нас хитренький. Потом он умеет у нас ротик открывать. А из этого ротика он умеет у нас пускать дым. Гапитные, тростевые, планшетные, паркетные и маппет-куклы. Каких только артистов нет в театрах. В чем их особенности и как ими можно управлять? Все тайны кукольного мира раскрывали зрителям на мини-фестивале, посвященном празднику. Артисты Чувашского театра «Кукол Московского отражения» и «Саквояжа» из города Сочи показали представления для юных зрителей столицы Чувашии. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Пионер советской фотографии и графического дизайна. 22 марта в галерее творческого пространства «Полигон» откроется выставка фотографа-авангардиста Александра Родченко. Там будут представлены фотографии и видео из коллекции Московского мультимедиа-арт-музея. Гений отечественной фотографии всегда показывал вещи и процессы со всех сторон, замечая мельчайшие детали, не забывал и о людях. На его фотографиях, чему бы они ни были посвящены, типографиям, заводам, транспорту, промышленности. За всем этим всегда стоял работающий на производстве человек. Далее вас ждет полезная информация, а я с вами прощаюсь. До завтра. Более 15 лет на российском рынке работает фирма «Агро Альянс», которая предлагает современные средства защиты растений. Недавно представительство компании открылось и в Чувашии. И многие чувашские фермеры с продукцией Воронежской фирмы знакомы очень хорошо. Кто пользуется нашими препаратами, все они отзываются с хорошей стороны. Например, компания «Бекон» Цивильского района, кооператив «Семеновский» Парецкого района, «Слава картофелю» Комсомольского района и другие сельхозпредприятия в этом году начали работать с каждым хозяйством. Многие хозяйства заключают договора с нашей компанией препарату отечественного производства. В основном их выпускают на химических заводах города Воронеж, Липецкой области. Опытные фермеры понимают, что без средств защиты растений хорошего урожая не получить. Продукция известного производителя и поставщика пестицидов «Агро Альянс» предлагает целую систему защиты растений, которые позволят добиться максимальных результатов на полях. Мухи, злаковые тли, жужелицы и другие насекомые способны оставить хозяйство без 20% урожая. Поэтому их уничтожению нужно уделить пристальное внимание. Я выбрал всем эту картошку от жуков, чем обработать. Мне сейчас ребята объяснили, я доволен. Книжку дали, я буду дома изучать в семейном совете. Потом буду заказывать и сажать. Все будут довольны. Также «Агро Альянс» помогает сельхозпредприятиям снизить затраты на приобретение средств защиты растений. К тому же фирма постоянно на связи и готова доставить препарат в хозяйство в течение короткого времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова